Тишина и спокойствие, при этом накал страстей. Чемпионат по шахматам от привычного состязания заметно отличается. Ни гула, трибун, ни рукоплескания болельщиков, даже мобильные телефоны отключены. Это правило, которому следуют и гости, и журналисты. За шахматной доской сильнейшие спортсмены из 10 регионов России. Принимают участие 37 спортсменов. Из них 4 международных гроссмейстера, 2 международных мастера, 8 мастеров ФИД и 23 кандидатов мастера и перворазрядников. Соревнования проводятся по швейцарской системе 9 туров, 90 минут на партию и по 30 секунд на ход каждому участнику. Гроссмейстер Аркадий Вуль уже завершил третий тур, одержав пока две победы. Шахматист старается не пропускать ни одного состязания и сетует на то, что активно заиграл в шахматы только в зрелом возрасте. Много лет работал. Работал в МОСУ, был в спорткомитете, был директором Московского областного шахматного клуба. И у меня была такая, можно сказать, зависть к тем, кто играет в шахматы. Я играл в МАУ, 2-3 турнира в год, а сейчас я играю 20 турниров в год. Ну, 20 это по классическим, а по быстрым шахмат по блицу это посчитать невозможно. Среди участников олимпийский чемпион международный гроссмейстер Юрий Сергеевич Балашов, личный тренер Анатолия Карпова и Бориса Спаскова, победитель шахматной олимпиады 1980 года. Юрий Сергеевич, несмотря на почтенный возраст, 12 марта ему исполнилось 69 лет, не прекращает играть. Шахматы максимально демократичные, и в этом их плюс – возможность встретиться за одной доской и школьнику, и ветерану спорта. Одновременно с чемпионатом Центрального федерального округа проходит турнир «Белая ладья». В соревновании среди юных шахматистов Подмосковья Одинцовский район представляет сборная Кубинки. Ребятам приходится непросто, ведь среди них действующий чемпион мира по быстрым шахматам Володар Мурзин, который играет за команду «Химок». Ну, меня учил сначала папа этому, потом я начал играть с дедушкой, потом заниматься с тренером, ну, не сильным, но потом уже начал заниматься с сильными. Это сколько тебе было ли, когда ты в первый раз пришел? Два в руки. Шесть с половиной. По итогам взрослого чемпионата будет определен кандидат в сборную команду России. Пока лидирует шахматист из Тулы Максим Новиков, сумеют ли его потеснить гроссмейстеры со стажем или подрастающие мастера, узнаем 18 марта. Мария Повьепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».